Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы начинаем сегодня наше общение на тему прогнозов о следующем экономическом кризисе. Буквально несколько дней назад был Гайдаровский форум, там была большая сессия. Ведущий, Владимир Александрович Мау, задал вопрос всем участникам сессии, и ровно все участники сессии ушли от ответа на вопрос, когда будет следующий экономический кризис. В точках кипения так не принято, и мы с вами, надеюсь, совместно попытаемся поштурмить эту тему и дойти не только ответы на вопрос, когда, но еще и на несколько других вопросов, которым будет посвящена наша сегодняшняя лекция. По сути, краткий конспект здесь, а если вспомнить богатые традиции русской литературы, и богатые традиции русской политики, то, по сути, отвечая на эти вопросы, когда и откуда ждать кризис, чего ждать после кризиса и что будет, как новому проекту выжить, победить, мы отвечаем на три классических вопроса, кто виноват, куда идем и что делать, на которые мы на разных лекциях в точках кипения, в самых различных вариациях уже здесь с вами неоднократно получали различные варианты ответов. То, что они различные, это здорово, это прекрасно, но сегодня у нас лекция достаточно математическая. Я обещал, что в лекции будет арт, что в лекции будут цифры, в лекции будут формулы, поэтому лекция обращена и к физикам, и к леикам. И вначале я хочу вспомнить этого человека, Дмитрий Сергеевич Лихачева, вы его все узнали, и на самом деле его цитату про живопись, потому что живопись сегодня будет нам с вами в помощь. Дмитрий Сергеевич Лихачев в одном из своих интервью писал, что сначала можно понять и полюбить реалистическую живопись, реализм, только потом начинаешь понимать абстрактную современную живопись, и самое сложное, третья стадия понимания, это понять примитивизм. Так вот, примитивизм сегодня будет одним из тех языков, которым мы будем пользоваться. Он наивный, детский, и он естественный. И это самым тесным образом связано с темой сегодняшней нашей лекции. Почему? Потому что мы вынуждены будем упрощать, хотя бы потому, что у меня будет всего лишь 88 минут на наше с вами общее общение, мы будем неоднократно возвращаться к теме детей, и к теме о том, почему мы в условиях угрозы, особенно после следующего экономического кризиса, должны будем у детей учиться. И мы с вами обращаемся к кризису как к естественному запросу на безопасность. Это очень важная и серьезная тема. Дело в том, что одно из базисных изменений, которые произошли не только в экономике, но и в психологии на рубеже 20-го и 21-го века, заключалось в том, что люди перестали ощущать своей главной угрозой, угрозой своей безопасности войну. Место войны, которое занимало до 90-х годов прошлого века место главной угрозой в большинстве развитых стран, а в нашей стране, ну практически до рубежа веков, занял кризис. То есть сейчас кризис у нас вытеснил в списке внешних угроз войны, как ту угрозу, которую мы опасаемся больше всего. Война для нас стала чем-то эфемерным, кризис с нами часто повторяется в последние годы, и, собственно говоря, это и формат главного запроса, большого запроса на безопасность в нашем мире. Пользуясь языком арта, хочу вам предложить, опять-таки, нам в помощь, прекрасного художника Ника Перасмани. Его, к сожалению, практически 100 лет уже нет с нами. В 1918 году он ушел из жизни, но он создал несколько потрясающих, ярких образов в стиле памятивизма, и один из них, вот этот вот образ жирафа Перасмани, вот, наверное, самая изменивая картина, он в какой-то степени, если позволите, будет символизировать примерно следующий час с небольшим наш сегодняшний разговор. Почему? Перасмани на самом деле никогда жирафа не видел. Он общался с своим большим коллегой, так сказать, коллекционером, который затем стал собирать ему картины с Даневичем, и, значит, он вообще не утверждал. Я понимаю, что жираф велик, я никогда его не видел, я его написал, и на самом деле я не знаю, страшен ли он. Так вот, примерно так же, наше будущее про кризис, мы его еще не видели, это будущее неопоявленное, и мы будем пытаться разобраться, насколько и чем он страшен. Ну и вот это, в общем-то, объясняет тот некий символизм в сегодняшней лекции, и то, почему мы будем с вами обращаться к 100 и более, 100 летним и более, так сказать, заедным образом, который создал великий художник и копирасмах. Ну, к нему вернемся еще, это будет еще не раз. А сейчас, к основной теме и к, сначала, так сказать, фундаментальным изменениям. К тем большим изменениям, в первую очередь, экономическим, которые произошли уже в нашем, в 21 веке, в последние годы, и даже, я бы сказал, после последнего кризиса 2014 года. Дело в том, что 2014 год был своеобразным водоразделом, тогда до него цифровые активы, они еще не были столь значительными для того, чтобы оказывать влияние на некие базисные показатели маркер-экономики, например, в значительной степени на курсы валют. Потом ситуация изменилась, и за этим не успела наша экономическая наука, за этим точно не успела наша высшая школа, и не только наша. И по-прежнему, несмотря на то, что экономика стала очень многофакторным делом, ее преподают, ее анализируют, по-прежнему в формате тех панонов, которые были созданы, по сути дела, в веке 20-х. Сейчас, и за счет того, что цифровые активы стали играть большую роль, изменилось очень многое, в частности, если еще совсем недавно, мы с вами видели, что курс рубля на рубеже 20-го и 21-го века строго коррелировал с колебаниями цен на нефть, то после 2014 года количество факторов, которые зависят курс нашего российского рубля, сильно увеличилось, и сейчас уже может быть, по-моему, 18 факторов, которые влияют на колебания курса рубля. И случайно мы с вами видим, что нефть очень сильно в этом году, так сказать, колебалась и взяла высокие фланги, потом поместилась, да, курс рубля не менялся столь пропорционально. Появились факторы, которые связаны и с такими характеристиками, как доверие людей, в частности, индекс статистического доверия, готовность тратить доходы, индекс настроений, в частности, настроений крупных экономических игроков, инвесторов, индекс изменения депозитов, индекс активности на рынке шеринга и совместного пользования, это совсем новая история, которая появилась, которая уже имеет место быть, и она очень много о чем может сказать. Индекс миграционных движений в страну и из страны, вот, в первую очередь капиталов, и это уже совсем новые источники, не говоря о том, что уже эти показатели ВВП, цифровую экономику никак не отражают. То есть показатели ВВП, он про экономику старый, про экономику аналогов, но явно не про новую цифровую экономику. То есть экономика сильно усложнилась. Очень сильно она усложнилась и в том смысле, где происходит основная игра, в частности, по поводу новых проектов, по поводу стартапов, и в этом смысле в больших городах, в частности, в Москве, тоже изменилось то поле, где эта основная игра разведывается. Если большинство из нас были воспитаны на том, что общество существует как некая, так сказать, реальная единица, и когда-то новые проекты, используя те средства коммуникации, которые были доступны нам лет 20 назад, общались с обществом с помощью телевидения, радио, медиа, и, соответственно, таким образом продвигались, то сейчас ситуация изменилась. Продвигать новые проекты таким образом никто даже не предполагает, потому что это стало слишком дорого, это доступно только большим брендам, а продвигать вот так вот, как в будущем будет выстроена экономика людей, пока еще слишком дорого. Потому что пока мы еще с вами не собрали, не накопили, не научились обрабатывать достаточно детально данные. Эти данные уже мы можем использовать в простейших форматах типа Яндекс.Директ, но создать цифровой образ каждого человека – это еще задача, которая будет решаться, как мы с вами прекрасно понимаем, в течение нескольких лет или даже десятка лет, и тогда у нас будет возможность релевантно обратиться от любой бизнес-инициативы, или социальной, или политической инициативы, конкретно каждому конкретному человеку. В тот момент, когда он это ждет, и с пониманием, что это будет, собственно говоря, нужно, в чем его запрос. То есть пока еще экономика людей, вот то, что тоже уже появилось, но пока еще очень слабая и пока еще очень дорого. И это дорого, и экономика обществ дорогая. Значит, соответственно, в сегодняшний момент самый дешевый способ продвигать новые идеи и проекты, в частности стартапы, это экономика сообщества. Возникает вопрос, где? В Москве, да, если мы возьмем Россию, в регионах пока еще нет. Там еще экономика сообщества находится на стадии становления. И в этом смысле я не случайно подвожу примеры политики часто, что, посмотрите, недавно у нас были большие политические компании, они очень хорошо на бизнесе, так сказать, экстрапонируются. И когда была компания по выборам президента России, вот еще работала со всем обществом в целом, использовав традиционный канал, но мэр Москвы уже работал сообществом. Примерно в то же время. То, что касается и формы продвижения коммерческих инициатив, стартапов, очень многое происходит в сообществах. И вот то, что происходит в сообществах, очень часто вообще не улавливается традиционной системой регулирования экономики. Потому что внутри сообществ можно продать какую-то идею, можно ее прорекламировать, можно, в общем-то, получить деньги, используя финтех, привязанную социальными сетям. И эта история, она вообще растет очень сильно, но пока еще остается за гранью тех традиционных показателей, с которыми мы с вами работали традиционно последние десятки лет. Кризисы становятся избирательнее. Это тоже определенные выводы из кризисов, начиная уже с 8-го года кризиса и кризиса 2014 года. И вот такая кастомизация кризисов, которая происходит, говорит о чем? Что если раньше формат кризисов 20-го века заключался в том, что кризис это было такое общее явление, которое парализовало вообще экономический рост везде, вспомните Великие Депрессии и так далее, то сейчас происходит сильная кастомизация, и какая-то часть областей, она и отраслей, и бизнесов, она может сильно упасть, какая-то часть может, наоборот, даже вырасти, благодаря кризису. И не только из-за того, что, допустим, упал курс валюты, а у тебя есть, хотя это, конечно, самый простой и самый понятный вывод, и самый очевидный, но не только. В частности, в кризисе, два последних в России, 8-го, 9-го года и 14-го года, не было вообще никакого падения, наблюдался последний рост российской IT-индустрии. Это говорит о том, что уже в этом смысле избирательность кризиса, она никогда не оказала никакого влияния на наиболее своевенные отрасли экономики. Кастомизация будет еще усиливаться. Еще более кастомным, на мой взгляд, будет образ следующего кризиса, о котором мы здесь будем говорить. И, собственно говоря, новый черный лебедь, если руководит вот той терминологию, которую когда-то Талек ввел в практику, а у него, вы помните, черный лебедь, это неожиданное явление, имеющее значительные последствия и получающее постфактум рациональное объяснение, но потом, да? Так вот, новый черный лебедь следующего кризиса или черный лебедь, если хотите, да? Слово перосмане посмотрим, да? Тоже, что такое необычное, его нет. Опять-таки, перосмане придумал, он никогда не видел этого животного, да? Вот. Это может быть примерно так. Это может быть, да, падение до реального уровня доходов, но без тотального количества спада. То есть, это очень интересно. Это означает, что мы с вами, это означает, что большое количество потребителей этот кризис, безусловно, почувствуют. Следующий, почувствуют, может быть, его очень-очень сильно. Но это не будет означать серьезного, тотального, большого экономического спада, потому что часть отросли, кризис не затронет. Потому что он создаст новые горизонты развития и уберет конкурентов старого образца для развития новых технологичных и прогрессивных рынков. И это очень важная история, которая, в общем-то, сейчас, на мой взгляд, к счастью, остается за пределами влияния традиционных институтов, которые, ну, как минимум, не могут ухудшить состояние в этих новых языках технологических областях. К этому мы с вами еще раз вернемся. Но сейчас давайте попытаемся представить себе ситуацию, в связи с чем может вспыхнуть следующий большой экономический кризис, который затронет в нашу страну и другие рынки, и какие большие изменения на рынках, в общем-то, этому так или иначе будут способствовать. И это, наверное, основная часть нашего разговора. Ну, я очень кратко собрал классические макроэкономические предпосылки. Это не самое интересное с точки зрения нашего общения в точнике премии, но это, об этом можно, конечно, сказать. Переоценка крупных компаний. Переоценка в том смысле, что они переоценены по стоимости. На сегодняшний момент тема переоцененных активов, она обостояется каждый год. Это действительно так. И вот эта история, она касается в том числе, как ни странно, и больших технологических лидеров, откуда, казалось бы, никто кризис сильно не ждет. Но могу вам сказать, что в значительной степени за счет успехов в промышленном дизайне держится высокая капитализация компании Apple, и она по-прежнему вторая в мире, то есть была первой. Но, конечно, в очень сильном месте в области рынка сбора данных и в области второго очень важного рынка, это облачного хранения, эта компания не является большим игроком, и конкуренты, которые являются большими игроками, в один на Амазон, в первую очередь. Ну и следующий за ним Google, переименованный, правда, сейчас, Alphabet и другие крупнейшие компании, они сильно подпирают. Потому что Apple на этих двух абсолютно принципиальных рынках с точки зрения большой игры экономической в ближайшие годы, он не игрок. Вы сами знаете, Apple ID, он, по сути дела, очень мало данных аккумулирует по сравнению с конкурентами, и соответствующую облачную инфраструктуру обработки информации Apple тоже, ну, каким-то образом, не стал создавать. Они остались в старой концепции продуктовой технологической компании промышленного дизайна, в этом смысле они по-прежнему остаются большими и крупными лидерами, имеют колоссальные компетенции, но угрозы этой оценки здесь очевидно существуют, потому что на сегодняшний момент на первый план выходят несколько иные позиции в горизонте, ну, буквально в ближайших трёх-четырёх лет. Я не понял, что оболиваю долгий срок, потому что мы сами понимаем, что и ценность инвестиций в, допустим, инфраструктура облачного хранения, она тоже военная. И изучая перспективы, в том числе, рынка ПНТИ, мы с вами неоднократно на это обращаем внимание. Есть диспропорции, это и торговые войны, и протекционизм, санкции и так далее, которые сдерживают развитие рынков, есть консервативно-финансовая система. Вот, кстати, смотрите, действительно, финансовая система, которая, казалось бы, должна быть совершенно опережающей, она всё равно несколько отстаёт от многих других, говоря, искомых на ТИЛ, потому что она с меньшей скоростью внедряется в смежной рынке. То есть давно уже есть технологическая готовность к тому, чтобы, скажем там, торговые платформы и иные платформы были насыщены многочисленными инструментами кинтеха, но они пока ещё не насыщены достаточным образом. И это позволяет держаться таким устоявшим инструментом, как традиционные банки, в частности, ну и понятно, что есть большое количество всё равно населения, которое привыкло к инстарным инструментам, и в этом смысле изменения на этих рынках происходят не столь быстро. То есть достаточно большой консерватизм на этой системе существует, он сдерживает очень многое, в частности на уход, сдерживает процесс ухода от наличных денег. Наличные уже абсолютно бессмысленны со всех точек зрения, но они проживут ещё где-то лет 10 на разных рынках, может быть чуть меньше, и это объясняется тем, что финансовая система сама по себе гораздо более консервативна, чем иные области не дают технологических решений. Валютные и ценовые и войны, и битвы – это достаточно интересная история. Ну тут немного мы в порядке иллюстрации на 100 лет назад этой битвы, которую я нарисовал тот же самый Киросмани. Это тоже очень серьёзная, очень важная история. Но это всё была некая такая традиционная, обычная, макроэкономическая ситуация, которая приводила к кризисам кризисам. То есть в этом смысле мы не видим ничего нового пока в прогнозах в отношении следующего кризиса. Однако это не так. Впервые мы сталкиваемся с тем, что действительно технологические изменения могут серьёзным образом повлиять на такие классические процессы, например, массовое банкротство компании. И так заметно, как они не влияли никогда с момента переструки промышленности с паровых машин на электричество. А это, как вы сами понимаете, было более статурно. Значит, технологические изменения действительно поменяют самые чувствительные рынки с точки зрения состояния макроэкономики в странах. Какие? Ну, если раньше распространённой профессией очень распространённой профессией была профессия дворника сто лет назад, Сейчас мы знаем, что у нас самая распространённая профессия 7% работающих в России, например, это водители, почти 7% это продавцы. Вот. И вот здесь мы их чувствительным рынком переедем. Значит, рынок электротранспорта. Для иллюстрации мы здесь используем свою собственную картинку. Недавно в нашем компьютерском бюро мы поработали с тележкой автомобиля Тесла, сделали на него совершенно соответствующий по размерам корпус, то есть как дизайн с нуля, соответствующий корпус тележки Теслы от Ford Mustang. Вот. И тем самым, в общем-то, отреагировали на одну из важных тенденций, которые я скажу позже. Но сам электротранспорт как таковой – это очень большое изменение. Почему он может сыграть с точки зрения катализатора кризиса уже где-то в начале 20-х, то есть уже в следующем году? Казалось бы, к тому моменту ничего не изменится. Электротранспорта пока немного. Пока немного. Пока он находится вот на этих самых дорогих рынках и на рынках наиболее продвинутых или экологически чувствительных стран. Таких как на рынке. Но большая экономика работает так, что кризис возникает на ожиданиях, а не на партии. И ожидание того, что на самом деле, действительно, большие автомобильные концерты начнут выпускать вместо автомобилей и гибридов только электромобилей в сегменте масс-маркета, они подтвердятся тогда, когда эти первые модели недорогих электромобилей выйдут на рынках практически во всех крупнейших мировых промежах. От китайских до Дайнер Бенса, от американских до итальянских. До Fiat, допустим. Мы с вами читаем соответствующую информацию и понимаем, что в начале 20-х годов это начнется. Начнется прямо уже сейчас. Уже очень скоро. И это уже достаточно дешевый массовый сегмент масс-маркета. На сегодняшний момент электротранспорт очень чувствительное звено. Потому что для старой парадигмы построения глобальной экономики по-прежнему в последний раз, наверное, важным моментом являются цены на нефть. Поскольку от них фляжки француют цены на основные другие коммортизи с индексом. То есть в том числе, так сказать, сырьевые и горжевые товары. Газ париротный и многие другие производные. Метанол, производная из габрохимии и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять порядка 45 показателей, которые напрямую в данном случае связаны с цены на нефть. В отличие от многих валютных курсов сейчас. И на сегодняшний момент транспорт является потребителем 55% рынка углеводородов глобального. То есть это больше половины потребления всего рынка углеводородов. Если рынок получает сигнал, что это потребление не в силу Теслы или дорогих электромобилей, а в силу промикновения электротранспорта на массовый рынок, наконец-то действительно будет радикально меняться численно, количественно, то это уже достаточный и серьезный сигнал для того, чтобы в очередной, в очень значительный раз, произошло понижение цен на нефть. В очень значительных параметрах. И в этом смысле те 27 долларов за баррель, которые были зарегистрированы в течение 2014 года, могут быть даже произведены по своим минимумам. То есть очень серьезный сигнал, который нам дают изменения на рынке транспорта. Электронная коммерция ритейл. Тоже колоссальный, огромный классический рынок. Что здесь может произойти в самой ближайшей войне? Дело в том, что, наверное, главный барьер, который очень сильно влияет на масштабный рост электронной коммерции, он пока еще не преодолен. Поэтому электронная коммерция пока растет поступательно, значительно, но не революционно. В частности, если взять все розничные рынки в целом, даже в таких высоко продвинутых с точки зрения электронной коммерции в странах, как, допустим, Соединенные Штаты Америки или Швейцарии, электронная коммерция на сегодняшний момент не повышает в общем объеме розничных продаж 20%. Хотя, конечно, есть какие-то рынки, допустим, рынок гаджетов, где есть показатели очень высокие уже сейчас и в нашей стране тоже. Тем не менее, базисное отличие заключается в том, что пока еще электронная коммерция не внедрила тотально образ выбора конкретного товара через интернет, через средства электронной коммерции. Когда мы приходим в магазин и покупаем конкретный пакет молока, мы можем увидеть срок его пользы и купить непосредственно на целях. Когда мы покупаем тот же пакет молока на цифровой платформе, мы покупаем в поединке. Мы также не можем осуществить в значительной степени примерку этих продуктов достаточно качественно для себя, что мы гораздо больше удовольствием, в том числе получая эмоции и затрагивая свои собственные чувства делаем офлайн. Вот первый из этих барьеров, он близок к тотальному поединению. Те технологии, которые начинают пользоваться крупнейшие цифровые платформы, позволяют нам утверждать, что на основных технологических лидерах этого рынка, не исключением будет являться и союз Свербанка с Яндексом, мы увидим возможность на очень важных рынках осмотра и выбора конкретного товара, а не категории товара на интернете уже в начале 20-х годов. И это будет очень серьезный сигнал для того, чтобы рынок электронной коммерции в связи с этим завоевал большие позиции на самых консервативных рынках. А самым серьезным ключом драйвера на сегодняшний момент сохранения большого рынка оффлайн является, конечно, рынок продуктов питания. Я не случайно из этого рынка взял пример, потому что мы понимаем, что на сегодняшний момент для нецифровизованных бабушек именно посещение маленьких и больших супермаркетов, гипермаркетов и так далее это пока еще совершенно обязательная тема, потому что даже детство имеется правые навыки и тотально не используют смартфоны, и им это стало удобно, все равно они пока еще не получали бы того эффекта, который они получают на украине. Но это очень важный барьер. Этот барьер тоже в начале 20-х годов начнет преодолеваться, а значит рынок получает сталк изменений. Когда? Мы тоже с вами понимаем, что это начиная с 20-го года уже в общем-то может серьезно появиться на больших крупных платформах и дальше начнет распространяться по рынкам. Хоть менее сложных, но более сложных. Электронная коммерция и ритейл, они в общем-то в следующий момент подвержены тенденции объединения оффлайн и онлайн. Это глобальная история, связанная с взаимодействием тем, которые казалось бы мы с вами не могли предугадать еще 15 лет назад или 10 лет назад, но сейчас мы видим, что эта история работает. В России тоже были примеры, сейчас в Петербурге был не очень успешный бизнес, но на самом деле с точки зрения модели бизнес был успешен. Это магазины юмор, которые вынесли площадки электронного магазина в оффлайн. А лучшим образом, конечно, это делают люди рынка, компания Амазон, которая еще и по нему всего прочего построила систему Amazon Go, которая точно в 20-е годы будет клонироваться и распространяться. Есть ее клоны уже достаточно успешные, быстрее развивающиеся количественные в Китае. И, конечно, в течение этого года появятся подобные примеры в России, мы совершенно уверены, а именно это магазины без продавцов. Как работает Amazon Go? Там есть очень важная история, потому что войти в этот магазин нужно идентифицироваться. Каким образом идентифицироваться значение не имеет, но на самом деле наличие идентификации при входе в магазин с помощью своего гаджета по QR-коду или с помощью использования электронных платежных инструментов, это абсолютно принципиальная вещь в этом решении, потому что она полностью или в значительной степени снимает вопрос воровства во влагевых площадках без продавцов. Потому что люди, которые зашли и персонализировались, и идентифицировались при входе, а еще и наблюдаются с помощью различного рода мультимедийных средств, они просто не имеют смысла ничего воровать. Потому что уже известно, кто это сделал. Это будет зафиксировано, это наблюдается, и каждый шаг подобного покупателя фиксируется с самого начала. Эти технологии стали очень дешевыми. Настолько дешевыми, что в принципе уже нет барьеров по внедорению их на любой рынок. Просто компания Базон, она просто и сюда пошла. Хотя на самом деле это такая конвергенция онлайн и оффлайн, и возникают очень интересные данные взаимодействия. Самые простые, самые понятные, но тем не менее это наконец-то стало быть реализовано. Это к вопросу о том количестве продавцов, которые в ближайшем будущем не очень будут нужны в самого рода различном этапе. И это уже на самом деле образ, мы будем говорить о том, что будет после кризиса ближайшего, но это вот образ как раз после ближайшего кризиса. С точки зрения водителей еще нет. Это еще не ближайший, это еще через еще одну большую мировую экономическую турбацию поедут беспилотные машины массово. Но с точки зрения электронных коммерций мы видим, что и процесс выявления магазинов без продавцов, и объединения офф и онлайн мейтейла два в одном, и процесс возможности индивидуального отбора, выбора и покупки товаров в интернете, он идет уже достаточно быстро и, может быть, не очень заметно, но моментально шагнет с помощью достаточно больших онлайн площадок, которые монополизировали. И вот у нас примерно так произойдет. Это опять-таки Ника Перасмани, у нас фруктовая лавка с продавцом. Ну, наверное, он не повидел то, что будет так, как на картинке справа, но уже на этой картине натюрмо вы видите, что есть потрясающий выбор еды, где мы с вами не видим ни одного продавца. еще один технологический тренд, который тоже повлияет на кризис образования и на тот ландшафт, который после следующего кризиса будет. Это рост аренды и совместного пользования. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что есть два больших смысла в шейлинге продуктов. Один из смыслов заключается в том, что с помощью шейлинга те люди, которые не могли бы с точки зрения своих семейных бюджетов получить доступ к дорогим товарам, могут ими пользоваться. То есть они могут попользоваться дорогим автомобилем, дорогой техникой. И это очень важный ключ в замку, потому что это сразу повышение качества жизни. И в этом смысле решение является очень прогрессивной историей. Рынок аренды также, скажем так, делает экономику гораздо более динамичной. А динамичная экономика – это динамичный рост. То есть если человек не привязан различными, ну, допустим, какими-то свидетельствами о собственности, хотя этого уже нет. Если он не привязан к собственности, не имеет значения какой-то, ну, допустим, к квартире, то он более подвижен, как экономическая единица. Он может поменять местожительство, поехать в лучший климат, поехать в худший климат, поехать в более комфортную среду, конкуренция выше, значит рынок быстрее развивается. Так вот шейлинг, он с одной стороны является одним из тех факторов, который будет позволять этому рынку расти быстрее и вообще не так сильно страдать от кризиса, за исключением только тех моментов, где будет слишком избыточная конкуренция, да, где слишком будет много предложений. Вот. Значит, с другой стороны он изменит определенные производственные модели, потому что для этого рынка понадобится другая продукция. И сейчас для шейлинга, на примере кар-шейлинга, мы видим, что нужны совершенно определенные модели автомобилей, такие же, которые обычно покупает сегодня такси, значит, а так как в будущем рынок экспотенциально вырастет, то то же самое будет происходить не только с автомобилями, но и с большим количеством других рынков. То есть вот такие вот универсальные, многократно используемые, надежные товары, они в общем объеме продаж, они будут иметь более значительное место. А в целом объем продаж сократится, потому что многие товары будут использоваться многократно. Соответственно, пострадают те бизнес-планы и производственные модели, которые на это не были сориентированы. Но и не только это. Но и не только это. А вот у нас первый пример шейлинга. Вот. Это верблюды. Один из первых в истории. Именно верблюды. Верблюдо-шейлинг – это то, что было, собственно говоря, еще и до Рождества Христок. Значит, здесь я хочу вот к этому позиции перейти, потому что еще одна тенденция, противоположная, вышесказанная, изменит производственные модели, а именно развитие микропромышленности сетевого производства. То, что у нас пропагандируется таким рынком ЛТИ, как Технет, тоже очень многое поменяет. Потому что это вызов, точнее, это инфраструктура для ответа на вызов кастомизации. То есть помимо того, что понадобится в значительной степени много универсальных и надежных продуктов и сервисов для шейлинга, значит понадобится еще и гораздо больше, чем сейчас индивидуализированных, персональных и стомизированных продуктов. Этот рынок, он не сможет стать большим, если промышленность как таковая не переживет еще одну пересроку глобальную. С чем пересрок связи? Первая составляющая этой пересроки заключается в том, что большие производственные компании, которые работают по конвейерному принципу, возникшему ровно сто лет назад перед большой великой экономической депрессией, они начнут гораздо больше продавать на рынке B2B. То есть они начнут продавать платформы для кастомизации. И большое количество построенных на современных технологиях небольших единиц микропромышленности, технологических ячеек, небольших производственных компаний, которые будут находиться там, где недалек валифицированный B2B, а это города, большие мегаполисы, значит они будут докастомизировать с помощью дизайнерских и индивидуальных производственных технологий вот эти вот платформенные продукты. То есть они будут покупать, не мы с вами будем покупать, а микробизнес будет покупать то, что будет затем кастомизироваться. Это новая производственная модель, это сетевое производство, это то, что означает, что различные продукты, даже такие продукты, как коммуникаторы в будущем, пока они будут еще, вы сами понимаете, что потом их уже не будут, они введут в область виртуального продукта. Но пока они будут существовать как предметы, которые можно кастомизировать с помощью дизайнерских технологий, промышленного дизайна, они должны будут гибко подстраиваться под рынок и делать это конвейерному по сути производству, какой бы он именитом, то есть все инфэшн, все инфэшн, все инфэшн, будет крайне сложно, потому что их производственные модели и бизнес-планы построены на большие тиражи. Значит, они будут создавать условный продукт и огромный рынок для микропромышленности, а она по идее должна за ближайшие десять лет вырасти до примерно 20-25% мирового промышленного производства в месаревой сфере. Ну, не очень большие перспективы. Очень большие перспективы. И это, естественно, будет возникать снизу, тем более технологии потешили. Мы сами занимаемся производством из композитов и знаем, что если раньше для того, чтобы сделать вот такой кузов для Tesla, как я вам показал, в формате Porto Mustang, нужно было иметь оборудование, которое стоит примерно 3 миллиона евро, включая Autoclub. Сейчас появились новые технологии работы с композитами, и все оборудование достаточное, включая программное обеспечение, чтобы очень качественно сделать композитный продукт, индивидуализирующий, причем, так сказать, индивидуализирующий в одном количестве, так сказать, а вот постоянно. Допустим, такую платформу, как платформа машины Tesla, эта оборудование стоит 5 миллионов рублей в России. То есть вот этот вот прорыв удешевления технологий, включая нам с вами известные технологии аддитивные и многое другое, в общем-то, привело к тому, что на рынке будет спрос действительно на другом уровне реализованный на кастомный продукт, и вот эти вот две тенденции, с одной стороны, определенная универсализация продукта, а с другой стороны кастомизация придет к тому, что те, кто не впишет, в основных, они будут сильно терять продажи. И вот это тоже та история, которая будет уже очень заметна в начале 20-х годов, уже в этом году заметна, считывается. В 20-м году она еще больше будет считываться, да, и она, в общем, может подстегнуть благие прогнозы в корпоративных отчетах тех, кто к этой модели сегодняшний момент не готов. Они должны будут иногда обманывать своих акционеров с точки зрения будущих продаж. Это приведет к последствии тому, что рынок не подтвердит неверные цифры. И это может повести к неправильным последствиям, с точки зрения падения капитализации компании. И вот эти вот ожидания мы тоже связываем с достаточно ближайшим рынком. Это тоже новые технологии, это тоже новые совершенно истории, да, и они наконец-таки масштабно повлияют на экономический ваншап. И еще одна подпосылка для того, что на сегодняшний момент происходит с очень большими чувствительными рынками, это действительно удешевление новых материалов. Дело в том, что не только технологии работы с ними потешевлее, не только уже сделать что-то из графена становится недолго, да, а лучше из карбона, могу вам сказать, что на сегодняшний момент сделать раму для велосипеда сравнялась по цене с работой сделать то же самое из времени. Вот, значит, ну и сами материалы после последнего падения цен на нефть в четырнадцатом году, а многие из композитных материалов, это уровень восьмого, девятого, десятого передела газоэнертики, вот они не добрали тех высоких планов, которые добрала нефть. Это тоже очень важное базисное экономическое изменение, которое говорит о том, что в целом процесс удешевления стоимости новых материалов, он пошел гораздо быстрее. и очень интересно то, что новые материалы, которые очень композитные, они дают совершенно иное качество. Есть и пятерка классических материалов, которые мы наблюдаем вокруг нас сейчас, с вами здесь кекло, есть дерево, да, пластики, бетоны, металлы, вокруг, вот в этом зале, да, они не позволяют задавать свойства при проектировании, то композитные материалы, они разнообразны, и они позволяют создавать определенные свойства, прочность, гибкость, легкость, да. В этом смысле они, конечно, при их удешевлении, они еще и намного технологичнее с точки зрения работы с ним. Новые энергетические решения. Считаю, что эта история в меньшей степени повлияет на следующий кризис, хотя она будет в какой-то степени влиять, почему? Потому что это тоже очень инерционная вещь, и энергетическая революция, она происходит в достаточной степени постепенно. Скорее, здесь есть вызовы, которые могут оперировать очень долгосрочным угрозам. Ну, например, если говорить про долгосрочные угрозы и про запросы в день на безопасность, то мы прекрасно понимаем, что если сейчас наши запросы, они связаны с угрозой кризиса, то с ростом, я бы сказал так, экологической ответственности, да, люди будут понимать, что, допустим, угроза супервулканов, типа Левого Солнца, да, с которыми никто по сути дела пока справиться не может, это гораздо больший угроз. А если такой супервулкан вспыхнет, то тогда у нас, как минимум, так сказать, жизнь будет очень связана с тем, какие на тот момент мы будем иметь источники энергии. Потому что в случае извержения такого супервулкана, как это было в то время, когда погибли динозавры, да, как не продакциально, да, это утверждать, что солнечный энергия прекращает свою работу. Вот. А на сегодняшний момент мы понимаем, что глобальная перестройка на новое энергетическое решение пока идет в формате солнечной и ветровой энергии, которая уже по темпам ввода сейчас сильно опережает в мире вместе взятую атомную, тепловую и гидроэнергию. То есть больше в мире вводится уже. И не просто сейчас, а уже 6 лет назад. Больше, да? Вот. То есть в этом смысле новые энергетические решения, они очень прогрессивны сейчас, но они могут войти в диссонар со следующими вызовами. С вызовами следующего порядка и следующих лет. Но это точно не про следующий кризис, да? Поэтому здесь, говоря о новых энергетических решениях, которые многие вносят на первый план, я этого и делаю. Я считаю, что постепенно идущая энергетическая революция в принципе на экономические лошадки кризис не повлияет, так как повлияют, допустим, в электромобиле, изменения в онлайн-лайдейле, или в кастомизации, или в шейпинге. Вот. Новая скорость передвижения. Ну, наверное, есть две глобальные позиции, которые сильно повлияют на рынке труда. Это действительно новая скорость передвижения растущая. Наибольшие изменения здесь все-таки, на мой взгляд, связаны не с тем периодом, о котором мы сейчас говорим. Скорее всего, это будет все-таки после начала 20-х годов, когда мы, наверное, неизбежно столкнемся с следующим кризисом. Вот. Почему? Потому что в значительной степени массово новая скорость передвижения – это, конечно, беспилотность. Потому что новая скорость передвижения, экономия времени, она в большей степени достигается не за счет скоростных решений типа космического транспорта, который явно не будет массово доступен, а за счет того, что мы будем быстрее двигаться на маленьких расстояниях, там, где мы используем маленькие скорости. Ну, в первую очередь, это, конечно, беспилотный автомобиль. Потому что беспилотный автомобиль, который лучше, чем человек ориентируется, когда он будет лучше, чем человек ориентируется во внешнем сайте, он позволит повысить скорость на именно малых скоростях, когда мы тормозим. И в этом смысле новая скорость передвижения, наверное, это все-таки не завтра, а после завтра. Но, тем не менее, это исключительно важная область, изменения в которой будут спроектированы и спроектированы как массовые уже в начале 20-х годов. Собственно, они уже спроектированы. Нами с вами и многими нашими коллегами. И, тем не менее, для экономики это становится важным тогда, когда понятно, что это станет абсолютно массовым решением. И вот, когда оно станет массовым решением, тогда оно повлияет на общей температурой экономике больше, чем может быть все государственное регулирование всех больших правительств инститетов. Ну вот, это про повышение скорости передвижения, пользуясь языком пиросмании и пользуясь языком беспилотного автократа. Ложный хайк. Значит, здесь тоже очень интересная история. Смотрите. Тоже так получается, что начало 20-х годов – это достаточно массово то время, когда провалятся те неудачные бизнес-планы, которые должны проводиться. Почему? Потому что в нашей стране в меньшей степени, у нас был достаточно числительный 2014 год, а на больших экономических рынках такого коизиса в 2014 году не было. И буквально начиная с 2013 года был очень значительный взлет, потому что мы с вами очень хорошо понимаем. Движение акселерации, я бы так сказал. То есть доработали массово акселераторы, они массово работают, эффективно работают в мире уже последние… Скоро уже будет как 10 лет, но может чуть меньше. И, как ни странно, тем не менее, это массовое движение акселераторов дало поединенный очень важный и полезный пуш развитию стартапов, и вместе с тем оно породило в какой-то степени ложный хайп, связанный с тем, что некоторые проекты не оправдались. И вот фиксация неудачных бизнес-плавов по той иналитии, которая собрана на сегодняшний момент различными крупными экономическими институтами от экономического института Мюнхена до основных исследовательских центров Стэнфорда в Камьевой долине, показывает, что на уровне 2020-2022 год будет активировано максимальное количество убытков от отрицательных, скажем так, неудавшихся, не получившихся проектов по результате обсервационного бума. А сам обсервационный бум, он, на мой взгляд, сильно пойдет на спад, он уже пошел на спад на больших рынках, и новые модели, более буквально способные, чем слишком долгие модели выхода на рынок, с помощью, так сказать, венчурной модели, значит, они уже начинают двигаться. Значит, это про то, что, в общем-то, из технологических предпосылок подтверждает, что начало 20-х годов – это то время, когда кризис может произойти. Значит, теперь образ кризиса. Ну, он достаточно очевиден из вышесказанного. Значит, падение цен на нефтепроизводные, падение спроса на старых крупных рынках. Вот слово «старых» теперь нам понятно. То есть это вот то, что в основном не соответствует тем позициям, которые были сказаны. Понятно, что новых рынков намного больше. можно было перечислять десятки. А здесь, поисутствующих, в зале могут сотни перечислить. Вот. Но я пытался собрать только те, которые влияют на температуру макроэкономики. Только поэтому. Значит, ну понятно, там падение капитализации – это с вами обсуждание. Списание личных интерфейсов – это достаточно интересная история. Дело в том, что, и это тоже очень важная вещь, в той самой частично невидимой показателе ВВП и классических институтов экономики и цифровой, и экономики данных, возникает много интерфейсов, которые постепенно начинают списываться в силу того, что более удобно лицеменять. Ну, как пример, могу вам сказать, что самый большой рост капитализации, когда продемонстрировали те интерфейсы, которые были построены по принципу Uber. Сейчас мы понимаем, что их стало много. Людям одновременно, грубо говоря, использовать просто логики смартфонов не нужно 8 или 7 иконок в своем телефоне, кто-то либо стал клиентом одного сервиса, либо кто-то хочет понять, кто из этих сервисов в данный момент лучше решает задачу добраться из точки А в точку Б или дешевле, или быстрее. То есть, по сути дела, нужна уже агрегация агрегаторов. И вот эта модель агрегации агрегаторов, она сейчас начинает происходить, и она списывает агрегаторы первого проекта. Но это только одна из моделей того, как постепенно технологии списывают личные интерфейсы. Падение курсов зависимых валют это, так сказать, достаточно важная история. Новые тигры – это про изменения в области производственной политики, потому что мы с вами уже видим, что сейчас накопившие деньги китайские инвесторы, они начинают переносить, китайцы начинают переносить производство на более дешевые рынки. Для них в числе приоритетов являются Индия, Узбекистан, Бангладеш, Килипины, Индонезия, Вьетнам уже дорого. То есть даже производство оттуда уже начинает эмигрировать на новые производственные площадки. В частности, на сегодняшний момент перенос сборочной деятельности по 30 с лишним процентам продукции компании ЭКУ переходит в Индию, Туда компания Foxconn перемещает свои производственные мощности. Так вот, что же будет после этого кризиса, который мы с вами расположили в начале 20-х годов в нашей с вами технологии, и что будет в этот раз, и что будет не в этот раз. Ну, частично мы на этот вопрос с вами уже попытались ответить. То есть часть технологических вещей еще пока в этот момент не сработают. Поэтому, если утверждать, если отвечать на вопрос, останутся ли без работы многочисленные водители в результате этого кризиса, нет, не останутся. Это еще пока не тема этого кризиса, это тема повестки следующих. А вот то, что касается продавцов, то да, этот рынок уже может постепенно измениться процентов на 10-15 в сторону уменьшения уже в ходе ближайших кризисных евро. Но потом больше. Потом больше. Ну, мы говорим про цифры достаточные для того, чтобы кризис водить. Экономика копирования пошла на спад. Это мы с вами видим в качестве одного из положительных следствий тех торговых коин, которые в США начали с Китаем. Это очень хорошая новость для нас с вами. Потому что это ослабляет роль не только китайской экономики как конкурента производителя, но и это означает, что культура копирования в тех новых тиграх, которые появляются, она не будет являться основой и базисом. Как это было последние 30 лет в качестве драйвера развития китайской экономики. Экономика копирования пошла на спад не только потому, что ведутся торговые войны и вводятся соответствующие законодательства, но и потому, что она не успевает. Потому что скорость внедрения новых технологических решений на сегодняшний момент не позволяет на копьях достаточным образом хорошо заработать. Это, допустим, показывает очень хорошо военно-фэшн. Вот в этой области мы с вами видим, что экономика уже не успевает вообще. Что новое после кризиса произойдет? Новое заключается в том, что в экономике копирования останется сток-фактор цены. То есть копирование будет осмыслено там, где оно очень сильно заметно тешит. Сейчас есть много других моментов, которые для копирования, в принципе, работают. И иногда люди покупают неподлинный контрафакт по той же цене, как они покупают подлинные. То есть обман удается. Значит, в будущем экономика копирования будет держаться только на цене, не то не долго, но будет. Другие тигры и другие потребители это как раз про то, что китайский рынок становится самым крупным потребителем и одним из самых больших инвесторов в мире. Это уже факт. Это уже факт. Объемы внешних инвестиций Китая сейчас по темпу превосходят объемы внешних инвестиций других крупнейших экономических держав, включая Соединенные Штаты. И другие тигры, которые не воспримут, так сказать, культуру копирования, это тоже очень интересный и вызов факт. Серийное или дорогое кастомизированное производство оно тоже будет частично теснить и отбирать позиции, будучи недорогим, на том рынке, на котором сейчас действует контракт. Цифровые облияния. Это то, что, на наш взгляд, станет очень важной темой в связи с тем, что после этого кризиса то, что нам кажется сегодня ценовой конкуренцией, на самом деле очень сильно обострится. То есть мы должны быть с вами готовы, что ближайший экономический кризис он гораздо более значительно поставит фактор цены, а именно дешевой цены, в качестве темы выборов. И ради дешевой цены будут взлетать новые решения. И то, что вам кажется дешевым сегодня, то есть дешевле какие-то смешные единицы, на самом деле будет иметь значение. То есть смешные единицы удешевления будут иметь значение для выборов. Потому что, как мы с вами предварительно обсуждали, на сегодняшний момент экономика дает сигнал, что покупательная способность населения в целом и в нашей стране в частности она повышаться не будет, она будет падать. При всем при том, что экономика может при этом не падать. так сильно, как падала она раньше, сто лет назад. Поэтому цифровые ауклеты, это очень важная история, которая точно будет появляться цифровые, потому что все больше и больше продуктов можно будет удешевлять с помощью тех или иных цифровых решений из уничтожения профилактических. Девальвация. Вот смотрите, какой интересный эффект был в 2014 году в отношении удешевления курса рубля для нас. Рубль подешевел, но Россия не получила того значительного эффекта, который она должна была бы теоретически получить, от того, что вырос ее экспорт. На самом деле некоторые компании от этого выиграли, экспорт действительно вырос, отдельные отрасли успешно пережили кризис, но это не стало массовым. Почему? Потому что у нас на тот момент, ну совсем в 2014 году, не было той самой экспортной экономики, которая могла бы выиграть от падения курса рубля 2014 года. Даже сейчас, если у нас кризис произойдет, допустим, в 2020 году, могу вам сказать, что эффект от падения курса рубля положительный, как ни странно, не только угрозы и опасности, но и положительный эффект, будет намного больше. Потому что количество экспортеров в России на сегодняшний момент, по сравнению с 2014 годом, с точки зрения их конкурентоспособности на мировых рынках, выросло. Но это все равно очень маленькие цифры. Мы с вами понимаем. Цифры маленькие, но их намного больше. Поэтому девальвация, тогда нам дается второй шанс. Первый шанс мы не используем. Фигулярное решение повсюду. Ну, в данном случае, на мой взгляд, этот популярный в наших кругах термин, его надо трактовать более широко. То есть, по сути дела, все то, где программы и технологии стали лучше, чем человек, это и, по сути дела, ну как, серьезно, и является сингулярным технологическим решением. И вот именно сингулярное технологическое решение повсюду, это очень важная история, которая будет намного быстрее, чем сейчас распространяется. В... Извините. Силу микрофона, да? Есть. Значит, намного быстрее будет распространяется, чем сейчас на всех рынках. Значит, и, соответственно, есть один очень интересный вывод. Появится больше свободного времени. Ну, это вообще, в принципе, вывод, он следует всей нашей технологической эволюции. Он достаточно очевиден. Он уже фиксируется сегодня на уровне социально-экономической статистики. У нас с вами появилось больше свободного времени. Вот. Ну, крупные мировые экономисты, включая Нобелевский полуэтапов, Кругман и другие, уже сделали свои прогнозы о том, что там, где еще сохранится фиксированный рабочий день, хотя самосущность фиксированного рабочего дня будет уменьшаться, значит, наверняка стандартом скоро станет четырехдневная, а не пятидневная рабочая неделя. Вот. И это будет иная форма ответа на социально-экономический вопрос о том, что может происходить. Безработица или больше свободного времени? Скорее, больше свободного времени будет происходить как так. Вот. В силу того, как построена сегодняшний момент, в том числе и корпоративная культура. Хотя понятно, что после кризиса будет очень сильно растерянный самозап. Нефть покидает авансы. Рискнем предположить, что будущий экономический кризис будет не только первым сильно кастомным, сильно персонализированным, но будет и последним нефтенным. Когда нефть играет роль такого вот всеобщего эквивалента для всего среднего уровня. То есть не только она упадет в цене, потом она, конечно, вырастет. Вырастет, потому что возникнет новый спрос на использование нефти для передела, в том числе и композитных материалов. Вот. Но она потеряет свое базисное существенное значение и считаем, что это будет уже в удачном количестве. Очень интересная тема – монетизация продуктов а не компаний. На эту тему работает уже два года как популярная история открытых брендов, которая, по сути дела, вступила в негласную битву с венчурной моделью инвестирования при развитии новых проектов. В чем суть этой негласной битвы? Дело в том, что венчурная модель была построена по тем принципам, которые были сформулированы старой экономикой. А именно – компании, акции, фиксация активов, да, все то, что было исключительно формально. Новая экономика цифровая, она по принципу своему неформальна. Она в меньшей степени требует фиксировать не только на бумаге, да. Ну, смотря на максимум на блокчиках. Вот. И это гораздо более удобная цифровая форма отражения сущностей, договоренностей, событий и так далее. Значит, и в этом смысле венчурная модель инвестирования, которая подразумевала вхождение инвесторов и постепенное развитие экспансии на рынках именно компаний, которые соответствуют стартапам, это модель долгая. Поэтому стали появляться открытые бренды, то есть те, кто имеют потенциал бренда, уже имеют бренд для его создания, они стали раскрываться для доступа авторам сторонних продуктов. Сторонние – это в Италии начала работать, в флешнем инвестировании, кстати. Коллеги здесь знают, кто этот бренд хорошо изучает. Вот. И, значит, потом, примерно где-то там 9-12 месяцев назад эта модель пошла в коренние водолеты. К нам она тоже в этом году приходит. Вот. Открытый бренд – это тот случай, когда монетизация происходит по продукту. То есть, условно говоря, автор какого-то продукта заходит под маркетинг и шапку какого-то бренда, большого или нового, заходит с каким-то своим вкладом. Адекватно может быть отражен в блокчейне, если у тебя, допустим, если у тебя только идея, то фиксируется какие-нибудь 3-4% участия в бизнесе, если продажа продуктов заметили. Значит, если у тебя есть, допустим, производительные модели, то процент станет выше, если у тебя есть прототипы еще выше, если у тебя есть промышленный образец, то еще выше, в данном случае продуктовая ситуация, можно цифровая набрать, да? Значит, если у тебя есть производительные мощности, а главное, деньги на производство твое участие еще больше и уже становятся где-то решающими, если у тебя деньги на маркетинг они еще выше, если у тебя есть данные, собранные, необходимые для маркетинга, это еще становится дороже и так далее. При этом под одним брендом могут продаваться самые различные продукты, по которым моментально происходит распределение доходов по-разному. Между участниками, которые в том числе пришли с рынка, они представляют собой ту компанию, которая владеет собственным газовым брендом. Вот это вот модель монетизации продуктов и компаний. Она гораздо быстрее, она дает мгновенный выход на рынок, мгновенную монетизацию, может быть, не такую большую, как надеются и ждут многие авторы стартапов, которые пытаются продать инвестам 10-25%, но зато деньги сразу. И в этом смысле происходит проект, а не надпроектный уровень изменений. Скорее всего, ландшафт после следующего кризиса, он поведет к тому, что надпроектный уровень изменений, как то акселераторы, институты развития и так далее, он станет опасным. Соответственно, он станет менее эффективным и менее применимым. Ловушка 20-го дека. Это тоже про историю опасности после следующего кризиса. Значит, в чем эта ловушка заключается? На мой взгляд, на самом деле, как никогда опасность левого популизма, в силу того, что кризис объективно скажется в состоянии людей, опасность левого популизма в последний раз становится очень значительной. А я бы сказал, она становится, допустим, в нашей стране первый раз значительной после того самого еще прошлого века выбора, когда люди голосовали когда-то еще за Ельцину или за Дюганку. И даже те, кто был Ельцин, был не симпатичен, голосовали за него, потому что они не хотели возвращения назад. И вот эта ловушка 20-го века, которая заключается в том, что социальная непротворенность в результате кризиса неизбежно будет расти, значит, она очень хорошо ложится на сегодняшней предпосылке. Вы смотрите, еще совсем недавно, даже в какой был получен стране, как в Соединенные Штаты Америки, почти что одна из ведущих партий чуть не выдвинула своим кандидатом левого кандидата Сандерса. И, значит, даже там, не говоря уже о стране с глубокими традициями пуризма, так сказать, и централизованного пуризма, которым богата наша страна. Так вот этот последний бой левого пуризма, он, в общем-то, будет. И он может затормозить в том, что технологическое развитие надолго и очень надолго. Гораздо дольше, чем нам кажется сейчас, и в этом смысле это достаточно серьезная разность. Что является положительными факторами, которые, наверное, будут противостоять росту левого куриста? Во-первых, по самому эрегулированию в сообществах. Многое то, что раньше традиционно эрегулировало государство, сегодня происходит методом саморегулирования, в том числе в сообществах в интернете. Вообще, это глобальная тенденция. Перенос эрегулирования из официальных институтов в сообщества. Во всем. В экономике вообще в целом. Это очень важная глобальная тенденция. Рост экономики людей. Это то, насколько важно сейчас, даже с точки зрения быстроты технологического развития, работать на рынке данных, которые являются сегодня нашей новой меркой. Данные будут понятны, чтобы общаться и собираться в современном формате типа 3D-верх, 3D-человек. Именно поэтому, кстати, сходя с этой стратегией, как пишет Рэй Курцвей, компания Google отказалась от разработки собственного беспилотного автомобиля прямо сейчас, а принесла тяжесть разработки на конструирование, что называется, трехмерного мира. То есть мира, который сможет оцифровывать, понимать и собирать данные по поводу среды, в которой беспилотный автомобиль поедет. Потому что понятно, что пока у нас не будет в достаточной степени оцифровываться, пониматься вся движущая среда, включая людей, включая животных, включая кошек, собак и так далее, беспилотный автомобиль не станет достаточно образом безопасным, а значит, им люди не будут доверять так, как они доверяют самим силам. Поэтому конструирование данных в формате 3D-мер, а также конструирование данных с точки зрения большого тренда на самопознание, на здоровый образ жизни, на вообще, в принципе, здоровье сегодня. Вот сбор данных в формате 3D-человек, а сам человек, его организм, это самая неизученная область, и самый сложный, самый очевидный, но самый неизученный область. Сегодня, с точки зрения цифровизации, как и не странно, тоже консервативный рынок, как и финтех, который сдерживает лоббизм, сдерживает регламенты, сдерживает просто страх обычный человеческий. Это, конечно, очень важно. То есть сбор этих данных в формате 3D-мера 3D-человек, это та сайда, скорость формирования которой влияет на темпы того, насколько быстро разработанные, спроектированные уже в недрении технологической революции и повлияют на экономику страны. Ну и, наконец, очень интересная история, это замена левых запросов на гуманистические. В этом смысле я хочу вам показать одну формулу. Формула звучит примерно так. Технократы против гуманистов, поделенные на цифровых лутиков. Значит, что имеется в виду под этим формулом? Я вам скажу так, что те, кто сидят сегодня в этом зале, в этой точке кипения и других точках кипения по России, как правило, являются в большинстве своем евангелистами технологической революции. Все здесь присутствующие приходят к точке кипения в основном не случайно. Потому что мы хотим или делаем что-то в области технологических изменений. Так вот, даже в нашем сообществе, даже в этом зале, постепенно будет происходить определенная поляризация между людьми, которые, в общем-то, и те, и другие поддерживают ценности современных технологических изменений. Каким образом? Часть, в большей степени, сохранится в позиции технократов, которые будут бороться, делать проекты, делать инфраструктуру, делать бизнес, делать научные достижения в сфере прогрессивного внедоения технологий, в том числе и сингулярных. Другая часть, гуманисты, скажут, что вы правы, но человек важнее, поэтому мы должны в известной степени предохраняться от того, что делают первые, то есть от сингулярных решений, что сингулярные решения, они могут быть на самом деле действительно опасны, и нужно разрабатывать не менее сложные и не менее прогрессивные встречные технологии, для того, чтобы человечеству, допустим, сингулярные технологии не нанесли вред. И люди, которые будут разрабатывать очень современные решения, точно будут стоять те, кто присутствует в этом зале. И те, и другие, на самом деле, они, в общем-то, одинаково видят стратегию, так сказать, будущего, потому что стратегия будущего у этого сообщества общего. То есть мир технологически развивается, поэтому мир становится все больше и больше человекостремительным, потому что мы берем с экономики людей, и человекоцентричным, потому что мир становится все более и более гуманным, с развитием культуры во всех ее областях. Но есть цифровые элудиты, для которых надо поделить этих двух вместе взятых, которые будут между собой, в общем-то, в известной степени спорить. Цифровые элудиты – это те, кто, в принципе, не произноют новые технологические изменения, которые являются пессимистами, которые говорят, что технологическая эволюция – это страшно, которые говорят, что нельзя детям давать, так сказать, достижения технологической эволюции, нужно, так сказать, все выключать. Детей слушать не нужно, нужно слушать только взрослых, и, по сути дела, нужно повинять проверенные, надежные, консервативные решения. Вот это и есть цифровой элудит. Вот если в числе тех, кто будет на самом деле носителями тренда лео-руктуризма, который неизбежно станет очень серьезным в ближайшее время, будет больше гуманистов – это хорошо. Если будет больше статковных элудитов – это плохо. На самом деле, это вот отношение к технологическим изменениям становится настолько важным, что оно постепенно заменяет тот важнейший вопрос о роли государства в экономике, который в течение всего 20 века делил общество на левых и правых. Активных людей в обществе делил на левых и правых. Сегодня левых и правых уже нет. Эти ценности уже как бы размылись давно уже. Это все осталось там, в 19-м и 20-м веке. И те, и другие победили. И те, и другие свои задачи выполнили. В разной степени успешно. На сегодняшний момент мы понимаем то, что боролись права на течение 20 века с точки зрения регулирования финансовой системы, учетной ставкой и центробанков, стало просто технологией. И мы понимаем, что на сегодняшний момент это технология, которая останавливает инфляцию. А это не решение, которое просто разработал, так сказать, Фридман или экономисты, так сказать, правого центра. Также мы понимаем, что регулирование рабочего дня, различные народные социальные пакеты и многое другое, за что боролись левые, стало нормой жизни. И в этом смысле они тоже победили. И общество стало более чувствительным, общество стало более толерантным. И для этого приняты были соответствующие законы, и для этого были внедрены соответствующие модели. Поэтому левые и правые в прошлом их уже нет. Вопрос не сформирован главный. Что заменит вопрос о роли государства в экономике? В смысле распроявления людей по мнению. И один из ответов заключается именно в этом. Отношение к технологиям и изменениям, которое теперь начало волновать всех, будет сильно поляризовать общество. И то, чем завершится это уравнение, технократные, вместе с гуманистами и против гуманистов, определенные цифровые лутитов, это на самом деле очень серьезная формула, которая после этого конеца очень серьезно обострится. В этом смысле очень важный вопрос формулируется как мода против хайпа. В чем отличие от того от другого? Как раз таки мода, она традиционно сформированная в традиции многовековой, происходила от авторитетов. Она происходила от медиагенераторов. Она происходила от звезд. И, соответственно, от людей конкретных и более сильных, от лидеров. Хайп, он рождается непонятно как. Он рождается с муссом. Хайп это молодое явление, и носителем хайпа является молодое поколение. И вот эта вот история мода против хайпа, она очень многое объясняет. И именно поэтому сейчас, делая бизнес-модели и практики успешного бизнеса, мы должны смотреть на детей, как на будущее поколение потребителей, и понимать, что хайп и потребительские предпочтения формируются там. И ближайшие к ним будут сформированы в мире гораздо более молодыми, чем те, кто выводит сервисы и продукты на рынок. Или чем теми, кто пытается воздействовать на эмоции и чувства только своего поколения. Если только так, мы проиграем. Значит, пора учиться у детей. Могу вам сказать, что с точки пения Иванова, у нас есть такая точка кипения, уже десятки лекций прошли на тему того, какие есть интересы у сегодняшних школьников, у поколения ЗЭК, как они покупают, как они видят мир, что они хотят верить в будущем, каким они верят в будущее. И эти лекции слушают профессора и взрослые. То есть это дети учат взрослых. Считаю, что это очень полезная практика, которую нужно применять даже при формировании новых проектов и бизнес-моделей. Время – важнейшая ценность. Это новый фактор успеха стартапов. Те стартапы, которые пытаются развиваться последовательно, могут проиграть тем, кто будет развиваться спонтанно. Если мы не сумеем найти способы спонтанно и быстро развивать свой проект, даже делясь какими-то определенными ценностями, мы будем проигрывать. Очень важно также не жить ожиданиями. Это тоже потеря времени. Это тоже очень интересная вещь. Надо будет на несколько шагов перейти, но убегать нельзя. Вот, опять-таки, на каком-то собственном поиме я могу проиллюстрировать эту историю. Мы недавно проинализировали рынок багажа. Поняли, что рынок уже массово готов к тому, это вот чемоданы не деревьев наши, готов к тому, что чемоданы будут иметь элементы интернета вещей, такие как показывать свой вес, показывать свое местоположение, но к умному чемодану, который движется рядом с собой, по многим причинам рынок не готов. То есть вот такую вещь сегодня готова купить примерно 4% покупателей, в отличие от того, что я сказал выше. То есть надо быть несколько шагов впереди, но убегать слишком вперед это опасно, вперед кризис, потому что можно потерять время ориентиры и рынки продаж. Почему здесь это картинка? Да не почему. На самом деле это небольшая пауза. Синдром Левшин. Очень важная история. У нас очень много есть разработок в России, очень спешных, которые являются прототипами. Но сейчас очень важно перейти на стадию тиражирования и продаж, без оглядки на границы, на мировые рынки. Для нас с вами, в нашем сообществе, это является уже аксиомой, для страны это пока являются очень не решенной проблемой. Слишком много идей и разработок останавливается на уровне красивой идеи. В период после следующего кризиса позволить себе нельзя. Один из способов эффективного ответа на кризис, это быстрое тиражирование идей в глобальном масштабе. Инженерный подход. Инженерный подход, кстати, я считаю, что после кризиса следующего, одна из очень больших и великих тем будет тема инженерного подхода к человеческому телу и здоровью. Это вообще глобальная тема, которая очень сильно вылезет. Но инженерный подход, он очень важен во всем, а его суть создания простых и дешевых решений. Именно решений. То есть задача, которая должна быть решена. Этим занимаются инженеры. Инженеров станет меньше, но инженерный подход будет нужен в принципе практически в любой компетенции. Думайте о цене как покупатель. Это тоже наш совет и рецепт по поводу того, как бороться со следующим экономическим кризисом, с его последствиями. Это очень важно. Очень важно удешевлять и просчитывать все с точки зрения цены для выхода на рынок. Потому что фактор цены сегодня и фактор цены через несколько лет – это две большие разницы. Фактор цены будет очень важен. Намного более важен, чем он важен сейчас. Он сейчас важен. Но это еще три точки. Делайте универсальное решение. Это тоже наш на самом деле большой совет. Смотрите на рынок шейлинга универсализации. И тем не менее, на сегодняшний момент даже универсальное решение можно индивидуализировать. И в этом смысле мы не должны забывать про эмоции и чувства. Так как у нас уже завершение. Так сказать, последняя часть нашей лекции. Тут снова покажу Терасмай. Он тоже делал кое-что. Для того, чтобы апеллировать к эмоциям и чувствам. Слева видите картина «Холодный пиво». Думаю, ошибка была не только в силу того, что он был человеком кавказской национальности. Но и это определенные эмоции. А справа его знаменитая картина «Оттелис Маргарита». Кстати, вы знаете, что про него была написана песня «Виллион Аллы Хросс». Он тоже Терасмай. И вот, собственно говоря, это та самая Маргарита Десевна, в которой он явился, и в которой он подарил бесчисленное количество титулов. И вот эмоции и чувства – это очень важно, друзья. Это очень важно. То есть понятно, что уже сейчас мы не можем себе позволить продавать просто товары и решения. Нам нужен уже фронт дизайн. И нам нужна уже более глубокая апелляция к чувствам и эмоциям наших тех, кто играет в нашем ПТ. Делайте тест на сингулярность. Это тоже наш совет. Тест на сингулярность – это очень простая вещь. Это тест на то, не является ли ваша идея стартап или даже социальная идея тем, что в течение ближайшего времени лучше делает не человек, а машина. Вот если машина в этом смысле вас опередит, если программная технология будет более эффективной, значит это делать не надо. Это бессмысленная история. Относитесь к общению развлечений серьезным. Дело в том, что рынок интертеймента, развлечений – это на самом деле колоссальный растущий рынок. Очень растущий и очень важный. У людей будет больше свободного боя. Мы с вами уже в значительной степени поняли и констатировали. И в этом смысле рынок развлечений, пусть не таких масштабных, глобальных форматах аналогового Диснейленда, а форматах большого количества решений, которые будут претендовать на это свободное время человека, это на самом деле колоссальный большой мир. Не надо его недооценивать. Общение тоже очень важная вещь. Мы с вами видим, что главный эффект для культуры в области цифровой синтези заключается в том, что общение стало более многообразным, и интерес культуры повысился. То есть цифровые скептики илудиты утверждали, произойдет цифровая эволюция, люди не пойдут в музей. Наоборот. Благодаря соцсетям пошло больше людей в музеи и в кино. Это уже статистика. То же самое будет происходить с площадками общения. То есть по большому счету, точки кипения, как проект закончится, тогда точками кипения, по сути дела, станут сегодняшние большие торговые центры. В значительной степени в этой логике сформированные. С элементами интертеймента и с элементами шопинга. Ищите себя на новых больших рынках. Вот те рынки, которые уже нам с вами видны, как подошедшие к рубежам в сегодняшней близи, скажем так, в сегодняшней близи, в связи с эффектами от возможного ближайшего кризиса. Ну, допустим, возьмем рынок дополненной реальности. Почему рынок этот не был большим? Очевидно. Он был только в интертейменте потому, что очки дополненной реальности, они не соответствовали образу обычных очков. То есть их было странно носить. Дополненная реальность не очень зашла до сих пор в какие-то обычные наши экраны, допустим, на экран автомобиля. То есть вот эти технологические решения были странными. Значит, компания Apple, которую, с одной стороны, так сказать, я отмечал как возможного относительного неудачника, тем не менее, в области промдизайна лидер, и они уже в этом или начале 2020 года выведут на рынок очки iGlass дополненной реальности. И это будет знаком к тому, что в будущем дополненная реальность пойдет сначала в их продукт, потом в обычные очки, и все очки будут иметь выход в интернет. И они будут выглядеть так, как обычные очки, потому что уменьшится элементная база. Ну, вот это я, парни, я буду звучать на степени сегодня. Соответственно, рынок дополненной реальность, совмещенный с удобством гаджетов, он будет принципиально многократно больше. Рынок промдизайна вырастет, потому что у вас будет больше спрос на эмоциональное и чувственное восприятие сервисов и продуктов. Рынок теперь безопасности вырастет, потому что это требует не только цифровые элудиты, но и гуманисты. ТРТ-блоги появятся, потому что объемная сайта цифровая, она дойдет до уровня передач нашего зрения в формате онлайн, а не только передачи, производные картинки, снятость помощью гаджетов. Новые развлечения очень большая сфера. Генные инженеры и биотех рухнут в законодательные барьеры. Постепенно, да, и очень скоро. В силу того, что люди будут требовать внедрение новых ценностей, связанных с здоровым образом жизни, жизни и медицины. Платформа для кастомизации – это тема создания, так сказать, персонализированных, соответствующих инициатив и производства. А также программного обеспечения, которое будет связывать и помогать делать это производство гораздо более технологичным, быстрым и человеком зависимым. Вот. То есть, очень много рынков, на самом деле. Можно продолжать, вы напишите больше. Будьте в рынках НТИ, но комбинируйте технологии. В Ператмане, вот здесь есть, например, интересная комбинация, бедный, бездетный, точнее, биллионер и бедная сетя. Почему не комбинация, да? Значит, на самом деле комбинировать надо, и, на мой взгляд, рынки НТИ – это, конечно, наше все, это наша стратегия, но главный минус, на сегодняшний рынок НТИ – то, что оно построено по отраслевому поиску. Вот мы сейчас стали заниматься технологией совмещенных совершенно компетенций, и даже не поняли, к какому рынку это можно отнести. Потому что мы сейчас делаем такое приложение, знаете, удаленного поиска высококвалифицированного доктора, врача, да, светильного, который может дистанционно консультировать в онлайн-режиме операцию на сердце. А, соответственно, совмещение компьютерной томографии, цифровой обработки данных, значит, ну, понятно, что это приложение, и, как ни странно, биотехнологии, в нашем случае. Вот. То есть вот абсолютно такая комбинационная история. Вот с этим мы сами сталкиваемся и понимаем, что комбинирование, так сказать, на разных рынках, оно, в общем-то, это стратегия, потому что отраслевое принято значительно стихотворение. Нужно мыслить технологиями, а не секторами, и даже дальше. Нужно мыслить о решении вопросов, а не образами, и, я скажу вам, даже дальше, умное животное, вот, раз мы, вот, надо просто мыслить больше. И это очень важно. В этом смысле инициатива, связанная с трейлингом школы мышления, это и есть очень большой, сегодня очень актуальный трейлинг против колитиса. Мы уже, вот, допустим, в тех подразделениях, которые у нас занимаются промышленным дизайном, увидели и поняли, что если, ну, как бы, научать и тренировать умение мыслить очень талантливых, креативных двух-трех промо-дизайнеров, которые до этого привыкли полагаться на шеф-дизайнеров, то будет сразу огромный эффект. Будет гораздо меньше времени не теряться, будет гораздо больше применимых технологичных решений, да, то есть, просто тренинг мыслить на своем рабочем месте, чем бы ты ни занимался, это, на самом деле, очень серьезная антикоистическая категория. Тогда ты сможешь стать царем на своем руки. Лев и Розмани, да, это, конечно, это станет зверей, а он великий. В конце сегодняшней лекции я не могу не вернуться к жирафу. Вначале даже цитата была по поводу того, что сам автор не понимал, страшен ли жираф. Жираф был образом предстоящего кризиса. Жираф был тем животным, которое автор его не видел. Мы с вами тоже предстоящий кризис не видели. Мы с вами можем его предположить в ощущениях. Мы можем утверждать, что какие-то гипотезы, которые делают футурологи, в том числе, наверное, сильно царисующиеся этой темой в этом зале, оправдаются. Ну, конечно, будущее неопределенно. Однако футуристическая аналитика, она позволяет сделать его более понятным, к нему лучше подготовиться и понять, что вот этот взгляд жирафа, который кажется каким-то таким грустным и немного злым, на самом деле не страшен. И на самом деле жираф перозманий, он может быть, может превратиться в другой символ. символ, созданный совершенно другом жадой его же своеменником. В этом смысле, я, конечно, имею в виду надавающегося поэта Николая Гумилева, помните, жираф? И там Гумилев, обращаясь к той возлюбленной, Анне Андреевне Горбенко, будущей Ахматовой, он убеждал ее выйти из депрессии по поводу будущего. И он писал «Послушай, далеко-далеко на озере Чар изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и недодана, и шкула его украшает волшебный узор, с которым равняться, осмелиться только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер». И затем «И как я тебе расскажу про тропический сад, расстроенные пальмы, про запах немыслимых трав, ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чар изысканный бродит жираф». Крейс не будет очень страшен, если мы с вами будем в новых рынках. Образ будущего останется для нас верным, понятным, и мы сможем оставаться оптимистами. Я этого вам всем желаю. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИМ. 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 АПЛОДИСМЕНТИМ.